За плечами у Эмильбека Абдукадырова больше 15 лет работы на государственной службе. Был мэром Майл Су, работал и заместителем главы Сузакского района. Больше трех лет руководил Алабукинским районом. После ротации возглавил один из самых холодных и суровых по климату Адбашинский район на Рынской области. Сегодня представил перед членами Кабмина весьма успешные показатели развития. В прошлом году впервые в Адбашинском районе, применяя новые технологии, взращивание сельхозкультур удалось собрать урожай зерновых. До этого из-за холодов зерно просто не вызревало. Также на пяти гектарах пробно высаживали подсолнечник. И тоже есть положительный результат в развитии реального сектора. Кроме того, в районе открылось несколько крупных производств. Телематические условия от Адбашинского района очень отличаются от предыдущих районов, где я работал. Те же вопросы местного значения, проблемы, но используя те прежние опыты, постараемся поэтапно и селенаправленно решить все местные вопросы. Объем промышленной продукции выпущен на 97 миллионов сомов, темп роста составил 113%. Организовано 32 малых предприятия, малого среднего бизнеса, создано 121 рабочих мест. И это весьма неплохие показатели развития экономики. Многие задачи Кабмина, к примеру, такие, как увеличение сбора налогов и создание рабочих мест, поставленные перед главами районных администраций, были выполнены, но не обошлось и без замечаний. Все отрасли, то есть, как экономика развивается в этом районе, прямые инвестиции, сколько они привлекли инвестиции в основной капитал, республиканское исполнение бюджета, местные органы исполнения бюджета, ну, конечно, сколько дополнительных рабочих мест создано, и социальные, и круг вопросов очень много. Реальный сектор развития – это туризм, тем более город Каракол, входящий в топ лучших городов для туристов. Мэр Эрмат Джумаев – молодой кадр. Но приоритеты развития расставляет четко и, что главное, с реальными показателями. Это отметили и представители Кабмина, при этом дав поручение усилить некоторые сферы. Есть несколько направлений, то есть, это развитие промышленности, также и развитие инноваций, то есть, это должно нести нашей молодежи новые технологии, я считаю. И данная площадка, мне кажется, очень правильно была создана, потому что мы здесь набираемся еще больше опыта. Сегодня многие инвесторы готовы работать с предпринимателями южных областей. Все больше проектов реализуются как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Основное направление идет на полеводство, на сельское хозяйство и на промышленность. Сейчас в сфере этого мы практикуем предоставление земель индивидуальных жилищно-строительств, СЖС, ПДЖС. Формат такого совещания, еще и разбитый по секторам, может служить не только как ежегодный отчет по показателям, но и усилить работу министерств и ведомств с местным самоуправлением, уверены члены Кабмина. По ротации есть сдвиги, каждый Аким подошел ответственно. Разделились на три группы, это по финансовой части, мы по реальному сектору и третья группа это по социальным отраслям. Каждая группа определяет, значит, его деятельность, как бы можно сказать, оценку будем давать. И еще мы направление идем на будущее, что мы хотим видеть от него в его районе. Сколько рабочих мест, сколько налогов ты соберешь, с каких предприятий можно, какие у тебя есть перспективы, какие мы можем тебе помощь предоставить. Отчеты представили все Акимы и мэры городов. Завтра работа продолжится уже с участием министров и полномочных представителей президента в регионах под председательством главы Кабмина Аклбека Джапарова. Надежда Усова, Бигджан Туктосунов, Аллато 24.